Ребят, всем привет! Меня зовут Аня, и в сегодняшнем видео я расскажу вам о очень важных для меня новостях, о которых я не могла вам рассказать до этого, но которые упоминала в моих предыдущих видео. Если вы видели, наверное, вы немножко себе представляете, что сейчас я буду говорить. И всё это случилось настолько внезапно, что я сама немного не осознала, как всё это уже произошло в моей жизни. Я не хотела об этом никому говорить, пока не буду уверенной в том, что всё точно получится, поэтому я держала это в тайне. Как вы могли заметить, мой фон поменялся очень сильно, и если вы подписаны на мой инстаграм, то вы знаете, что я переехала. И почему же я переехала внезапно? Это из-за моей компании. Я присоединилась к компании, она появилась не так давно, но я подписала с ними контракт на днях. И, наверное, услышав слова контракт, компания, вы сразу себе представляете то, что я там буду айдолом, танцующая девушка на сцене, поёт там, да, милая. К сожалению, это совершенно не то. Ну почему к сожалению? К счастью. Моя компания — это компания, которая будет продвигать меня на корейском телевидении, на корейском ютубе. Так как эта компания создала ютуб-канал совершенно недавно, я сказала, что я буду им помогать, потому что в дальнейшем они будут помогать мне уже пробиться на телевидении, а не только на ютубе. Всё это будет на корейском, конечно же, поэтому я не хочу смешивать наш с Костей канал и то, чем я буду заниматься, поэтому ссылку на второй канал, где вы сможете меня увидеть, где я разговариваю на корейском, вы сможете увидеть, пройдя по ссылке. И этот канал называется Fanta TV. Идея этого канала заключается в том, что разные люди, ютуберы или какие-то артисты будут вести как бы своё шоу, поэтому до меня там участвовала девушка, она модель, но у неё немного такой провокационный концепт, поэтому многие из моих подписчиков, которые видели уже объявление в инстаграме, испугались, что я тоже там буду в таких каких-то обтягивающих платьях кушать огурцы на камеру или что-то типа такого. Нет, такими я заниматься не буду. У меня будет свой проект. И начнём мы с обзоров, например, на такие стикеры для ногтей. На них обзор уже выйдет на этой неделе, ссылку я оставлю, как только она появится. Да, и там мы будем рассказывать про разные корейские продукты, например, там косметика, такие же будут стикеры, что-то интересное. Будем покупать это на свои деньги, то есть обзоры на всё это будут максимально честными, и как бы я буду пробовать это всё на себе, поэтому я буду продолжать появляться на Типате как можно чаще, потому что теперь, так как я в этой компании, у них есть очень крутые камеры, разный свет, фон, компьютеры, и всем этим я могу пользоваться. Для тех, кто думает, что жизнь блогера — это гламурное весело. Сейчас я работаю над корейским видео, это обзор на ногти. Я, конечно, люблю сниматься, но больше всего на свете я люблю монтировать видео. Монтировать, подбирать музыку и все эти какие-то, да, чисто с эстетической стороны, например, оформления. Это всё мне очень нравится, но у меня никогда не было возможности заняться этим профессионально, поэтому я очень счастлива, что компания дала мне такой шанс. Они будут обучать меня монтажу уже всему этому съёмке с более профессиональной точки зрения, поэтому я надеюсь, что со временем контент на нашем с Костей канале возрастёт ещё больше. А буду показывать вам разные города, еду, людей, и появится очень много возможностей. Например, там, померить ханбок и пройтись в дворце, и теперь они будут мне во всём этом помогать. Поэтому, надеюсь, со временем качество нашего канала намного взрастёт, потому что сейчас для меня это цель номер один. Как я уже сказала, я переехала, и я жду, пока вся мебель придёт. Там я ещё жду зеркало, стол, там растения разные, люстру. Поэтому рум-тур я сниму, когда уже закончу всё обустраивать. И на нашем этом канале я выставлю рум-тур, а на другом канале выставлю видео с самим процессом украшения. Ну, как можно более-менее дёшево и стильно украсить вашу новую комнату. Ну, а пока я вам расскажу о ближайших планах. Моя менеджер записала у меня в спортивный зал, куда я должна буду ходить каждый день. В общем, я встала, и сейчас около 9.30 утра, я должна пойти позаниматься около 2 часов в зале, а потом пойти работать. Конечно же, никакой косметики в зал. Зачем? Тут у меня вода и кроссовки. Всё, что может понадобиться. Дорога, одна, потом. Начинаю я с кардио и здесь играть для нюанс. В общем, я помылась, но у меня нет времени сушить голову, поэтому сейчас я иду на обед со своим, одним из своих боссов. У меня с собой портфель, в котором всё, что мне нужно, я поем и пойду сразу в офис работать. Я собираюсь покрасить волосы опять в блонд. Знаю, наверное, опять кому-то не понравится, но я хочу изменений. К слову, а не понравится. Я хотела с вами поделиться своими ощущениями в последнее время, потому что я чувствую, что в последнее время я стала очень уверена в себе. И я в последнее время чувствую себя очень благодарна, потому что вы много мне пишете, сообщений с поддержкой. Мы занимались с Костей Ютубом так долго, и просто сейчас я наконец чувствую, что то, что мы делали, это было не зря. И это относится не только к тому, что я там присоединилась к компании, да, и у меня теперь есть какая-то потенциальная возможность пробиться в Корее. Это больше выражается в том, что люди действительно, они беспокоятся обо мне, они любят меня, поддерживают, что для меня очень невероятно приятная и удивляющая вещь. И в последнее время я чувствую, что я должна работать еще более усерднее, потому что я хочу вас всех отблагодарить за то, что вы для меня делаете и для Кости. Поэтому я очень много думаю о том, как же можно улучшить канал наш и сделать его более полезным для вас и более интересным. И так как у нас с Костей не принято обмениваться такими нежностями, я не могу ему сказать об этом так прямо, потому что, ну, вы знаете, брат и сестра это такие отношения, когда вы неловко, вы можете с легкостью ссориться, но вам довольно-таки тяжело решиться открыть свою душу своему брату, да, в моем случае. И раз я сняла это видео, я говорю о том, как я благодарна, я в первую очередь хочу сказать спасибо Косте за то, что он всегда меня поддерживает. Конечно, он не говорит это мне в лицо, но я знаю, что за моей спиной он всегда говорит обо мне только хорошее, и поэтому мне хочется работать еще более усерднее, чтобы у нас с ним все было хорошо. Спасибо вам. Большое за то, что вы остаетесь с нами, и я надеюсь, что в дальнейшем вы будете нами кортиться, и мы сможем сделать наш канал еще лучше. Ну ладно, пожалуй, на этом я видео закончу, и да, пожалуйста, продолжайте поддерживать меня и Костю, наш канал. Я вас всех очень люблю, и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok